Ребята, всем привет! И у нас новая подсылка с магазина GRB. И в данном случае это новый браслет Mi Band версии 2 получается. Открываем. На задней части, как всегда, у нас написано на китайском языке всякие иероглифы и технические его характеристики. У нас находится в такой вот нише. Достается снизу. Я уже, кстати, попробовал достать и поэтому порвал. Будьте аккуратны. Браслет. Браслетик у нас стал немножко, отверстий, кстати, стало больше, но мы подписывайтесь, кстати, на канал, чтобы мы не пропустить видео, когда я буду сравнивать два браслета Mi Band 2 и 1S. У нас ремешок из медицинского силикона выполнен. Так, конструкция на китайском языке. И здесь из интересного только QR-код для скачивания приложений. Так, а, еще. Еще у нас тут присутствует специальная штучка для зарядки нашей капсулы. Небольшой силиконовый такой вот ремешок. И мы вставляем двумя коннектами, вставляем нашу капсулу для подзарядки. Кстати, аккумулятор здесь встален 70 мАч. И, как утверждают разработчики, в принципе, то в районе 20 дней будет у нас автономная работа. Корпус у нас из поликарбоната и алюминия. Кнопочка, кстати, толщиной всего лишь 0,05 мм. Это анодированная ультратонкая кнопка получается у нас. Внутри у нас Bluetooth версии 4.0. То есть, очень легкий, вернее, очень энергоэффективный, так сказать. А по поводу легкости, то он весит всего лишь 7 грамм. Если быть точным, 6,8. Ну и, соответственно, сам ремешок у нас весит 11. И все вместе они вдвоем будут у нас весить в районе 19 грамм. То есть, очень легкий. Толщина 15,7 мм. Ширина 10,5 мм. 40 мм. И толщина браслета максимальная где-то 18,5 мм. А толщина нашего 3,2 мм. Так, что у нас он умеет? Ну, во-первых, он может измерять наш пульс. Вот у нас сразу открылся пульсометр. И видите, зеленая такая вот... Два таких луча зеленых. Это у нас технология PPG. Фото-плетизмограмма. Зеленые светодиодики у нас измеряют это. Потом может измерять наши шаги. Вот наши шаги 454. Пройденную дистанцию, качество, продолжительность сна. Функцию будильника он умеет. Функцию вибрации при входящем звонке. К сожалению, дисплейчик не отображает, кто вам будет звонить. Но, в принципе, это уже тоже по сравнению с 1С, где просто был обычный браслет. И когда тебя спрашивают, сколько времени, тебе надо было доставать браслет и смотреть, сколько же время. Кстати, вариантов браслета цветов у нас есть голубой, черный, вот как в данном случае, оранжевый, зеленый. И сейчас продавцы на Али, везде даже на GearBest и куча уже даже стальные браслеты появились, то есть под любой вкус. Так, кстати, дисплейчик у нас всего лишь 0,42 дюйма, OLED и с олеофобным покрытием. Он у нас показывает время, количество шагов, пульс. И включается у нас либо кнопочка, либо датчиком движения, который здесь у нас присутствует. Вернее, это даже не датчик движения, это у нас акселометр. В принципе, браслет можно использовать и без телефона. Его памяти хватает на 10-12 дней. Потом, в принципе, надо синхронизировать, как сказать, сбросить. Но он сам будет считать шаги, фазы сна. Сам будет будить, если вы будете даже вдалеке от телефона. Но это все равно надо предварительно настроить. Ну, пульс мы сразу можем, кстати, посмотреть. Так, я его еще даже ни разу не одел на руку, сколько кручу, вам показываю. Застежка тоже, в принципе, довольно надежная. Дырочек, кстати, по сравнению, как я говорю, с первой версией, стало поболее. И вот такая вот кнопочка, как и у основного дисплей. Кстати, он довольно маркий и пальцы собирают, как вы видите. Так, пульс. Давайте, насколько я переживаю перед съемкой. Онлайн-замер 97. Ну да, действительно. Ну и, в принципе, лучше сильно не надевать, чтобы рука под ним не потела. Нурки смотрятся довольно неплохо. Можно подобрать различные виды... А, еще момент. Различные виды цветов. Он сделан сконтрольным вот так, что он снимается только снизу. То есть, уже не будет выпадений, как было с 1С, что он выпадал сверху. Сейчас уже он надежно в нем зафиксирован в вот этом браслетике. То есть, капсула не выпадет. В этом ее плюс. Нам необходимо скачать приложение Mi Fit и найти браслет. Вот, поиск браслета. После этого произойдет синхронизация. И уже мы можем полностью смотреть графики, смотреть работу нашего браслета. Нас попросило нажать на браслет, когда произойдет синхронизация. Вот, я нажал и у нас, видите, стало 62% батареи. Так, поиск браслета не надо. Место ношения левая рука или правая. И какая версия прошивка? Мак-адрес, помощник сна. Посмотрите запрессу. Так, это мы включаем. Помощник сна не будем. Отображение, вот, как я и говорил. Показывать время, обязательно шаги, пройденное расстояние, калории, заряд батареи. Да. И теперь смотрите. 14.54 время, шагов 0. Пройдено 0. Калории 0. Сердцебиение понятно. Батарея 62%. То есть информации намного стало больше. Она, вот, легким нажатием на кнопочку, она циклично переключается. Так, мои кроссовки и браслет. Что у нас еще может? Поиск браслета мы можем выполнить. Тут у нас начинает вибрировать. Отвязать версия прошивки. Прошивается, как я же говорю, браслет автоматически вместе с обновлением программы Mi Band. Так, уведомление активности, уведомление сна, уведомления. Вот наше уведомление. И мы можем включить будильник. И установить тут какие-то время однократно, ежедневно, как обычный будильник. Сами понимаете. Следующий момент. Назад. Вызовы. Уведомление об вызове я включу. Понятно. Так, задержку уведомления. Уведомление через 3 секунды. Ну, хорошо, пусть через 3. Так, приложение оповещение о бездействии. Это, если вы, допустим, долго работаете за компьютером, и вам захотелось, ну, каждый час надо отдыхать. Поэтому мы включаем. Время начала 8. И не беспокоит там, допустим, обед. То есть оно будет у нас оповещать. Если мы час сидим на попе ровно, значит, надо нам подвигаться. Так, и приложение. Управление об уведомлении от приложений. Тоже понятно. Разрешение – да. И теперь мы выбираем галочкой, что разрешить службу. И выбираем приложение, которое нам нужны. Вот управление. Ну, допустим, снимок экрана. Виттуальный принтер, Wi-Fi анализ. Ну, и теперь, когда я... Нет, снимок экрана сейчас не сработал. Ну, хорошо, давайте я позвоню просто сам себе, чтобы вы понимали, как оно происходит. Звонки у нас все равно есть. СМС-ки есть. А, вот, еще разблокировка экрана. Настройки безопасности, умная разблокировка. И что у нас видимость? Что в видимых устройствах? Ну, пусть будет, да. Будет, правда, немножко больше заряда. Аккумулятором. И какие мы сервисы поддерживаем. WeChat, QQ и прочее. Так, ну, и статус. Сейчас пойдет синхронизация данных. И нет данных пока о сне. То есть, тут, в принципе, вот, время сна, медленный сон. То есть, мы можем с ним спать и анализировать качество своего сна. Если мы перейдем в режим бег, то мы нажимаем начать пробежку. Ну, продолжить. Хорошо. Три, два, один. И побежали. Тун-ту-ру-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я немного побегал. И вот мой средний пульс составил 95 ударов в минуту. Я нашагал 66 шагов в минуту. Время 15 минут. И темп 7 минут. И нажимаем готово. Завершить да тренировку. И вот наша тренировка. Можем поделиться, кстати, в соцсетях. Facebook, ВКонтакте тут есть в этом приложении. Момент или просто сохранить. Или в WeChat добавить. Еще одной интересной фишкой является разблокировка дисплея без графического ключа для набирания кода, когда браслет у вас на руке. Для этого заходим в Smart Lock. Вводим свой ключ, либо пароль. Набираем надежное устройство. Подключаем Mi Band. И выключаем наш смартфон. Теперь мы одеваем наш браслет на руку. И все. Как видите, без проблем. Синхронизм. Без ключа. И из дополнительных возможностей. Вот еще. Вызов я говорил. Будильник показывал. Приложение показывало. Повещение без действия. Так, события. Ой, сообщение. Вернее, это будет уведомление об смсках. Уведомление о статистике, когда мы наберем необходимый нам результат. Не беспокоить, когда будет режим, чтобы у нас он вообще не вибрировал. Допустим, можем устанавливать время включения. Время выключения. Так, ну и вот пошел вызов. Взик-взик. Взик-взик. И трубочка. И можем, допустим, просто... Ну, это не сброс, на самом деле. Это просто отключение вибрации. Потому что вызов мне до сих пор идет. Вы видите, да? Вот смска пришла. Как видите, конвертик такой вот. Что ж, ребята. Благодаря экранчику, в принципе, Xiaomi действительно удалось сделать довольно неплохой браслет. Они учли ошибки предыдущих браслетов, которые были просто без экранчиков. Ну, то есть, в принципе, только фитнес-браслет. Это уже такие, можно сказать, даже часы с отображением необходимой и выбранной вами информации. Допустим, сердечного ритма, батарейки. И самое главное, это просто часы. Потому что, как я говорил, что, внучок, сколько времени? А ты, ой, я и не знаю, бабушка. Как видим, рукой я повернул, и дисплейчик у нас загорелся. Это все отключается, в принципе, что довольно удобно и экономит время работы нашего браслета. Выполнен он действительно в таком стильном виде. Не знаю, насколько будет долго продержаться стекло вот это вот без повреждений. Ну, я думаю, что может придумать какую-то к ним еще наклеечку. Но на солнце я подозреваю, что он будет бликовать, потому что вот сейчас даже под светом, видите, пропадание есть. То есть, бликует, но, в принципе, при желании можно всегда увидеть вам нужную информацию. Так что, друзья, не забывайте подписываться на канал, потому что в следующем видео этот браслет будет заморожен и кинут в кипящую воду. Мы протестируем его по максимуму. Выживет он или не выживет, вот в чем вопрос. И второй момент. Я бы хотел его немножко сравнить с браслетом Xiaomi, нашим предыдущим. Вот таким вот. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.